30 долгих лет Азербайджан шел к победе в Карабахской войне и освобождении оккупированных Арменией территорий. За 44 дня азербайджанская армия освободила значительную часть территорий бывших под контролем армянских сил с начала 90-х, в том числе Шушу, сердце Карабаха. Война остановилась, когда лидеры Азербайджана, России и Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий. За время, прошедшее с начала 44-х дневной войны, бои уступили место дипломатии и попыткам восстановить экономические связи. Но, несмотря на участившиеся встречи, противоречия между Азербайджаном и Арменией остаются. Некоторые международные эксперты считают, что реального мирного процесса ожидать не стоит и что послевоенный период может стать временным затишью между войнами. Об этом пишут на страницах мировых СМИ. Потому что перестрелки на линии соприкосновения не прекращаются. Некоторые силы все еще пытаются вернуть карабахский вопрос под юрисдикцию Минской группы ОБСЕ. Несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что вопроса о статусе Карабаха больше не существует. Карабах – это Азербайджан. Мы прекрасно напомним, как Минская группа ОБСЕ 30 лет тянула резину с мирным урегулированием Карабахского конфликта. И сейчас ситуацию комментирует политический обозреватель Минвал Аз Нурани. Здравствуйте, Нурани. Здравствуйте. Каковы, на ваш взгляд, перспективы возвращения Минской группы, то есть нерадужные, скажем так, перспективы возвращения Минской группы ОБСЕ к Карабахскому вопросу? Я сейчас не вижу реальной возможности, чтобы Минская группа была как бы реанимирована в качестве основного инструмента урегулирования. Ну, во-первых, ее репутация слишком уж испорчена, прежде всего, в глазах азербайджанской общественности, азербайджанского политического класса. И будем реалистами, даже тогда, вот с начала 90-х, процесс – это все-таки коллегиальное дело. И вопреки мнению Азербайджана невозможно было ни основать какую-то миссию, ни ее продолжать. Тем более это невозможно сегодня. Второй вопрос. Я сейчас рискую сказать нечто крамульное. Не так важно, как будет называться организация. Дело в том, что Армения, которая более всего ратует за возвращение Минской группы, ее интересует не только то, чтобы посредниками была там не Россия и Турция, как сейчас, да, формат 2 плюс 2, а США и Франция, США, Франция и Россия, вот первая тройка за председателем, в Ереване рассчитывают прежде всего на возвращение к пакетам предложений Минской группы, которые для Армении значительно лучше того, чем условия ее капитуляции, назовем вещи своими именами, очерченные в трехстороннем заявлении от 10 ноября. И здесь опять-таки реальные возможности к тому, чтобы в процессе постконфликтного регулирования произошло возвращение к плану Лаврова, который предусматривал сначала вывод войск из пяти районов, потом из двух, чтобы там размещалась не азербайджанская армия, а только пограничники и полицейские силы, вооруженные легким стрелковым оружием, чтобы только через 10 лет начинался процесс возвращения туда беженцев, и потом проходил бы какой-то юридически обязывающий референдум в Карабахе, как это мечталось Еревану, возвращения к таким планам уже не будет. Просто потому, что, ну, время ушло. Уже война, это такая, есть знаменитое выражение, по-моему, бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвиса, война это такая штука, которая меняет все. И второй момент, собственно говоря, уже ситуация в регионе, она не соответствует каким-то тем предложениям, которые высказывались и в рамках Минской группы, в рамках плана Лаврова, хотя его официально никогда не назвали план Лаврова, его назвали план сопредседателя, как об этом откровенничал Ричард Хоукланд, бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Здесь нужно различать два момента. Да, Азербайджан тогда говорил о высокой степени самоуправления, высокой степени автономии Нагорного Карабаха. И говорил о Нагорном Карабахе как об отдельной единице, как бы вот такой административно-территориальной в составе Азербайджана. То есть это все равно было бы в рамках территориальной целостности Азербайджана, но с некой административной автономией. Но необходимо понимать одну простую вещь, что это было компромиссное предложение. В одном пакете с выводом войск. И на тот момент оккупированных районов Азербайджана, прежде всего эти семь районов, которые окружали бывшую НКО. Но так как добровольного вывода войск так и не произошло. Азербайджан, так Армения спровоцировала вторую войну в регионе. Мы все прекрасно знаем, что вторая война была спровоцирована Арменией. И теми, кто за ней стоял. И так как Азербайджану пришлось, извините за выражение, вышибать оккупантов. В этом случае, если не было компромисса с одной стороны, его не будет и с другой. И то, что предлагалось как компромисс, естественно, сегодня отозвано. Другое дело, что в Ереване вдруг спохватились и поняли, что те предложения, в точности в соответствии со знаменитым письмом Левона Т. Петросяна «Война или мир, время, призадуматься», что те предложения, которые они сегодня, которые они вчера отвергали, сегодня они просят и уже не получают. И отсюда идет вот это возвращение к минской группе, попытки вернуться к старым пакетам предложений, и главное попытки представить дело так, что конфликт еще не урегулирован. Но ведь это глупо, потому что как минимум изменилась реальность. Конечно. И самое главное, у Армении нет такого предмета для торга, как оккупированные азербайджанские территории. То есть, как они вообще для себя представляют этот вопрос. Да, как они представляли. И я думаю, что эта игра, она не закончится ничем хорошим для Армении. Вот реально. Потому что, опять-таки, то, что ей предлагают сегодня, она может просить, может быть, она уже завтра этого будет опять просить и не получит. Да, ясно. А вот в Карабахе все еще пребывают, как мы знаем, армянские вооруженные бандформирования. Однако российские миротворцы не торопятся очищать территорию от них. И в этом свете возникает вопрос, какие цели преследует Россия, сохраняя напряженную обстановку на линии соприкосновения. Цели могут быть самые разные. Вплоть до того, что Россия, или, по крайней мере, определенным кругом России, может быть, может, знаете, я бы сказала так. Был такой Андрей Келлин, на тот момент он представлял, потом он представлял Россию в ОБСЕ и так далее, довольно известный российский дипломат. И перед началом одной из посреднических миссий, а во времена Минской группы периодически одна из стран-сопредседателей объявляла о своей какой-то миссии, о своих предложениях, он в интервью сказал такую вещь. Без России на Кавказе не будет ничего, ни мира, ни войны. И вот, может быть, сейчас, особенно на фоне того позора, который происходит с Россией в Украине, им хочется доказать, что они могут по мановению волшебной палочки, вот по чучьему велению, по своему хотению, и замораживать, и размораживать в регионе любой конфликт. Хотя мы все прекрасно понимаем, что боевые действия были остановлены просто потому, что Армения, наконец, выполнила ультиматум Азербайджана и предоставила четкие, рассчитанные на дни, недели, а не на месяцы и годы график вывода войск. Но, тем не менее, очень приятно многим говорить, что это Россия остановила войну. Ну, можно, конечно, поспорить, Россия остановила войну или Россия спасла Армению от окончательного разгрома. Но это дискутабельная тема, да. Вопрос в том, что очень многие российские политологи, они сегодня в США как-то заявляют, что если в Карабахе не останется армянских, если там не будет почвы для конфликта, то что там делают миротворцы? И второй момент. Опять-таки, в России, может быть, в 25-м году будет решаться вопрос, а нужны ли миротворцы? Будет ли продлен срок их пребывания? И для того, чтобы иметь аргумент, что миротворцы нужны, естественно, нужна какая-то напряженность, нужны какие-то конфликты. И все это, наконец, не отменяет сиюминутных задач. Вот просто. Это не отменяет каких-то сиюминутных задач. И потом, самое главное, есть еще такой момент, что Москве не хочется потерять свой форпост на Южном Кавказе в лице Армении, где на нее и так обижены, почему Россия не вступилась за нее и не стала воевать с Азербайджаном. Но ведь они отвернулись от России в свое время. Они, я бы не сказала, что Армения так уж сильно отвернулась от России. Вот Никол Пашинян, он активно, он в момент своей вот этой вот предвыборной риторики играл, особенно во время своей революции, он играл такой европейской риторикой, европейские флаги, диверсификации внешней политики. Ну, русские школы в Армении были закрыты еще при Роберте Качаряне, который при этом считался совершенно пророссийским политиком. Это при нем был принят закон об образовании, который вообще не допускает в Армении существования на язычных школах. Более того, ходку на Запад устраивал практически каждый из руководителей Армении. Но это делал Левонтер Петросян еще в те времена. Это делал Роберт Качарян, если кто помнит, он вел очень так активно переговоры со Стробом Телботом на тот момент с заместителем, госсекретаря США, была его посредническая миссия, которая заглохла после парламентского теракта в Армении в 99-м году, когда они перестреляли половину парламента. Ну, не половину, но все-таки террористы застрелили парламент, застрелили спикеры, застрелили премьер-министры. Это один из крупнейших терактов вообще в мировой истории таких верхушечных. Может быть, не по количеству жертв, но по, так сказать, рангу этих жертв. Это действительно очень серьезно. И для того, чтобы такое произошло, надо, чтобы в обществе были серьезные традиции Петро. Но это другая тема. Уже после Серж Сарксян, который тоже считался пророссийским политиком, он вел вообще переговоры о вступлении, то есть о подписании Армении соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И опять-таки, в противовесе всему этому, Никол Пашинян, который очень любил играть европейской риторикой, оказался, именно он послал в Россию в состав российской военной миссии, подготовленной с помощью США армянских саперов, как бы для программы разминирования. Это было еще до Карабахской войны. Но к этому моменту уже было очень такое негативное отношение на Западе к российским действиям в Сирии. И вдруг Никол Пашинян, который очень любит играть европейской риторикой, посылает туда, подготовленных в рамках американской обысказкой это была гуманитарная программа, потому что на разминирование. Вот этих вот саперов он посылает в состав российской военной миссии в Сирию. То есть американцы это восприняли как предательство. И второй момент, что практически участвовать в каких-то российских военных акциях именно Никол Пашинян при всей своей про европейской риторики, оказался первым руководителем, который послал армянских солдат в состав российской военной миссии. Неважно где. Поэтому я бы не стала переоценивать тот разлад, который был между Арменией и Россией. Здесь произошло другое, что для России риск активного вмешательства в Карабахе оказался выше допустимого. И они в силу своих каких-то причин они не вмешались. И потом они прекрасно понимали, что Азербайджан ведет боевые действия на своей территории. Совершенно правильно. Азербайджан ведет боевые действия на своей территории. Азербайджан не пересечет границу Армении. И поэтому Россия могла играть вот такую выжидательную акцию и в последнюю секунду вмешаться, спасти, и то вмешаться не военно, спасти Армению от окончательного разгрома, но сохранить хоть что-то, допоминающее вообще армянскую армию. Поэтому сегодня, конечно, российские миротворцы, которые сейчас находятся в Карабахе, они находятся в процессе, я бы сказала, нащупывания своей миссии. Они вообще сейчас решают, что там делать. Ведь российская миссия, она устроена так, что они в основном контактируют именно с армянскими лидерами руководителями. То есть можно так сказать, что они сейчас... Они занимаются крышеванием. ...зондируют почву на предмет того, то есть на предмет, скажем, ближайшей перспективы, да, и продления, возможного продления контракта. Они, конечно, очень бы хотели остаться после 2025 года, и они понимают, что к этому моменту нужно иметь какие-то аргументы, чтобы остаться. Не только хотят остаться, но и нацелены на то, что... Они нацелены на то, чтобы остаться, но весь вопрос в том, что этот вопрос, который будет решаться тремя сторонами. И весь вопрос в том, что в регионе есть такой прецедент, как закрытие в 2012 году Габалинской РЛС. Когда тоже очень многие были уверены, что РЛС там уже навсегда, и все такое, тем не менее, ее закрыли. Как будут развиваться события в 2025 году, до 2025 года надо еще дожить. Но тем не менее, у этой вот сегодняшней игры на обострение в Карабахе есть несколько моментов, и в самой краткосрочной перспективе это, конечно, попытка, по крайней мере, определенных кругов в Москве продемонстрировать, что без России здесь не будет... Оправдать свое присутствие. Да, оправдать присутствие, продемонстрировать, что без России здесь не будет ни войны, ни мира. Да. И плюс еще хоть как-то отвлечь внимание от того, ну, я бы сказала, ну, и не только ужаса, чисто вот в таком человеческом измерении, но и от того военно-прилуческого позора, который сегодня творится с Россией в Украине. Ну, доказать такой державный статус. Это, пожалуй, самая такая близкая перспектива. Вот, самое близкое объяснение, и, пожалуй, самое краткосрочное. Вот, перейдем к следующему вопросу. И, как мы уже отметили, официальный Баку заявил, что вопрос статуса решен. Ни о каком статусе не может быть и речи. И есть единый Азербайджан, многонациональный, многоконфессиональный. Президент Ильгам Алиев сказал, мы считаем армянское население Карабаха гражданами Азербайджана. Но для того, чтобы это было так, они должны признать законы Азербайджана. И рассматривать себя в этом качестве. И как вы видите вообще решение перехода местного армянского населения Карабаха к азербайджанскому гражданству? Здесь есть несколько факторов. Ну, прежде всего, конечно, понятно, что в нынешней ситуации Азербайджан создает значительно более привлекательную социально-экономическую модель, чем то, что происходит в Армении. То есть... То есть здесь богаче, здесь сытнее, здесь безопаснее. И население Карабаха само изъявит желание принять гражданство. Я уверена, что очень большой, ну, большой, я не могу сказать большой, потому что, ну, сегодня армянская сторона говорит о 100 тысячах человек в Карабахе. Реально там находится 25 тысяч. 25 тысяч, да. И, к сожалению, идет достаточно такое, ну, мошенничество с цифрами. Вплоть до того, что российские миротворцы, например, они регистрируют тех, кто въезжает, но не регистрируют выезжающих. То есть в результате, если мы знаем, что во время боевых действий огромное количество народу, они уехали в Армению, ну, естественно, война, в чем стояли. Да. Потом они вернулись забрать свои вещи. Прямом смысле слова многие забрать вещи. Вот их засчитали, как вернувшихся. Потом, как шутили многие в соцсетях, если, говорит, один поехал, приехал, потом еще раз поехал, еще раз приехал, его посчитают за одного или за двоих. Его считают за двоих. То есть они считают просто число въездов. Реально там 25 тысяч человек, не больше. И вот из этих 25 тысяч значительное количество, конечно, изъявит готовность перейти под юрисдикцию Азербайджана. Второй момент. В Карабахе не могут не понимать, что, во-первых, что сама по себе вот эта вот идея Мия-Цума, она закончилась совершенно бесславно. она принесла очень много горя и азербайджанскому народу, и армянскому народу. И сегодня Армения, ой, разбитого корыта. Армения сегодня, мягко говоря, разбитого корыта. Которая носилась с этой идеей. Армения потеряла массу экономических, логистических, социальных преференций. Армения, которая сегодня сталкивается с колоссальной миграцией. Но самое главное, вот эти вот оставшиеся немногочисленные населения Нагорного Карабаха, как его называют, Огрызка. Да, вот душ Карабахского региона. Ну, и здесь можно говорить и Огрызок, и зона безответственности, как ее сейчас иронично именуют РМК. Они не могут задавать себе вопрос, что дальше. Потому что уже понятно, что восстановление суверенитета азербайджана над этой территорией это вопрос времени. И уже вариантов рестарта какого-то Мия-Цума, Мия-Цума 2.0, как бы на это не напирали там вот Араик Арутюнян, Давид Бабаян и вся эта прочая публика уже не получится. Уже понятно. Поэтому я думаю, что здесь вопрос для каждого отдельно взятого там дяди Ашота и тети Ануш где-нибудь в Ханкенде или в Агдаре он не стоит принимать азербайджанское гражданство или продолжать играть в карабахский сепаратизм. Он стоит так, или я остаюсь здесь, принимая азербайджанское гражданство, или я собираю вещи и уезжаю в Армению. Где им тоже не рады. Где им тоже, где, во-первых, им тоже не рады. Хорошо, когда еще у власти были, был карабахский клан, где еще там можно было на кого-то, на что-то рассчитывать, на какие-то преференции и так далее. Сейчас у власти Никол Пашинян и причем все прекрасно понимают, что Никол Пашинян пришел к власти именно на волне негативного отношения карабахца. Карабахскому клану, который уже переносится и на всех остальных карабахцев тоже. Это общеизвестный факт. То, что карабахских армян называют в Армении перевернутыми армянами, шуртварцами и так далее. Чуть ли не второсортными. скажем так, недостаточно армянскими армянами, но это уже отдельная тема, которая очень хорошо показывает заточенность армянского общества на совершенно пещерных нацистских теориях плодопроверки чистоты крови. Да, они же называют себя арицами. Совершенно правильно. Готово ли азербайджанское общество принять граждан как бы этнических армян в качестве своих сограждан? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы посоветовала просто пройтись по площади фонтанов. Это центр Баку. Это такое любимое прогулочное место. И там стоит армянская церковь. Беленькая, чистенькая, в которой сегодня хранятся армянские книги, в том числе религиозные литературы. Пожалуйста, приходите, посмотрите, как ее реставрируют. Я думаю, это показатель вообще от нашего. Более того, в Азербайджане продолжают жить. совершенно правильно. Около 30 тысяч как минимум этнических армян. Это еще тогда Гейдар Али, покойный, называл эту цифру, а сейчас их еще больше. Наверняка, потому что, извините, люди имеют обыкновение жениться, создавать семьи, и продолжать рот. Совершенно правильно, их появляются дети. Плюс ко всему, как мы видим, Азербайджан это многонациональная страна. Здесь есть, мне даже, на семи языках идет обучение в школах. Это нет какой-то вот такой межнациональной розни. Поэтому я думаю, что здесь не будет проблем. Наконец, есть такой пример, как армянская община Турции, где периодически делаются попытки как-то вокруг нее разжечь страсти, но эти попытки не срабатывают. Не срабатывают. То есть сегодня это община, которая имеет своего патриарха, стамбульский патриарх армянской церкви, давно зовут Татиндопольский патриарх. То есть это не Варфоломей, который православный церквь, это именно армянский патриархат. Это община, которая имеет свою школу, имеет несколько издающихся на армянском языке газет. Она прекрасно интегрирована в общество. Поэтому, то есть вот есть такой, я бы сказала, положительный пример. Это при том, что идет колоссальная вражда на уровне диаспоры. Это вот после волны армянских терактов. Поэтому, я думаю, что здесь есть. Вопрос в том, готова ли к этому армянская община Карабаха. Но здесь мы должны понимать, что армянская община Карабаха, она очень неоднородна внутри себя. То есть, более того, эта неоднородность, она только усилилась и за время боевых действий, и за то время 30 лет, пока этот регион жил фактически оккупации во внеправовом пространстве. Потому что сегодня, опять-таки, каждый отдельный индивидуум, он вспоминает, что он делал все это время и думает, они спросят ли с меня. То есть, присутствует некий страх. Присутствует некий страх. И это страх не перед тем, что, ах, вот сейчас придут злые турки и всех перережут. Потому что, они видели, по крайней мере, боевые действия. Грубо говоря, их мучает совесть. Это, это скорее страх ответственности. Рамела Ханон, тут в чем дело. Все карабахцы, они прекрасно видели, как Азербайджан вел боевые действия. Они видели хирургическую совершенно точность ударов, только по военным целям. Они понимали, сколько стоит это оружие. Они понимали, что Азербайджан не делал ковровых бомбардировок, ковровых зачисток. Что мы рисковали, извините, мы тратили деньги, чтобы сохранить жизни армян, на территории оккупированной Армении. Я не представляю себе, какая страна вообще бы это делала. При том, что Азербайджан, ну, сами понимаете, не то, чтобы у нас там прямо деньги, вот есть такое выражение, башина наша. И в противовес этому мы видели, как армяне бомбили, наши мирные поселения, наши города, Берде, Гянджа, Тер-Тер, удары по плотине Менгичаурской, ГЭС, мы все это видели. Но вот даже после Гянджи, даже после удара по Барде, даже после Тер-Тера, мы не стали расширять вот этот вот ареал бомбардировок и бить куда ни по пути. То есть мы соблюдали правила войны. Мы соблюдали правила войны. Но военные корреспонденты, приехавшие в Карабах, они говорили, что поражает. Мы, говорит, идем, совершенно целая деревня, даже стекла не выбиты. И вдруг там говорят, а вы знаете, вот здесь вот 20 ребят погибло. И приводят нас к разбитой артиллерийской позиции, где, судя по всему, это и произошло. Мы, говорит, стоим, мы, говорит, никогда не видели такую точность ударов. А ведь такое оружие на стоит денег. И я думаю, что армяне, живущие в Карабахе, они это тоже видели. И они понимали, что Азербайджан в этой ситуации, в ситуации войны на фоне обстрелов, как вы совершенно справедливо заметили, берег их жизни. Я думаю, что огромное количество, ну, скажем так, значительная доля, по крайней мере, 25 тысяч армян, они согласятся перейти в азербайджанское подвоство. Другой вопрос, что есть определенная категория населения. Там же. Во-первых, те, кто принимал участие в боевых действиях. Те, кто принимал участие в изгнании азербайджанцев. Но они будут противиться. Конечно. Те, кто принимал участие просто в грабеже, в мародерстве. И вот кто-то будет понимать, что это он или его ближайший родственник стоял на той артиллерийской позиции, с которой стреляли по Тартеру. И с него за это спросят. И с него за это спросят. А какая-то женщина будет говорить, да ради бога, я никого не убила, но когда громили азербайджанцев, я вот заскочила в квартиру своей соседки и схватила там две тумбочки и три тарелки. А как это будет сейчас? Поэтому я думаю, что значительно, что будет немало и тех, кто предпочтет выехать. Но вопрос в том, что... Флагом в руки. Флагом в руки, конечно, как говорится, скатертью дорожка, попутного ветра. Но вопрос в том, что не нужно это считать, что ах, вот они не поверили азербайджанским гарантиям. К сожалению, к сожалению, далеко не все, кто сейчас себя позиционирует, как мы мирное население Карабаха, это люди, за которыми ничего нет. И я понимаю, что Азербайджан не будет заниматься ни сведением счетов, ни, знаете, такой мелкой местью, там, ни выискиванием у каждого. Ну, каждый судит по себе. Каждый, конечно, судит по себе. Вот утверждали, что особые отделы, например, которые работали на территории оккупированной Германии, они могли спросить, ты читал нацистские газеты, но ведь других-то не было. Это тоже понятно. Да. Поэтому здесь все довольно сложно. Но, тем не менее, я думаю, что значительная часть жителей, вот, именно этой зоны безответственности РМК, вот, той части Карабахского региона Азербайджана, где сегодня у нас вернуты российские миротворцы, в конце концов придут. В конце концов, они придут тому, что надо определяться со своим выбором. Кто-то, естественно, останется, кто-то, естественно, уедет. Но, если сегодня так называемая служба национальной безопасности Нагорного Карабаха выступает и говорит, что, ну-ну-ну, мы выясним, кто распространяет слухи, вот, распространяли слухи о том, что семьи некоторых высокопоставленных чиновников, в кавычках, вывезли, вернее, некоторые высокопоставленные чиновники вывезли свои семьи в Армению. Мы разберемся, если кто-то вывез, мы накажем, а если кто-то распространил панические слухи, мы накажем тех, кто слухи распространил. Ну, понятно, что выезд идет. Понятно, что люди оттуда тихо-тихо или не так тихо. Ну, конечно, люди же не могут жить в постоянном страхе. Они не могут жить в постоянном страхе. И та, я бы сказала, волна провокаций, которую мы видим сегодня, она больше всего пугает самих карабаксов, потому что им совершенно не хочется возвращения в войну. Они сами не понимают, как они этим самым вредят самим себе. Я думаю, что тот же, например, Раи Каротюнян, он прекрасно все это понимает, но он рассчитывает отсидеться в бункере. И он понимает, что он будет вип-заключенным, за которого будут вступаться очень много неправистых организаций во всем мире. И сочувствующих. Да, сочувствующих. И в конце концов, он в самом худшем случае будет сидеть в очень комфортабельной тюрьме. Но есть вот этот, скажем так, рядовой состав. Есть, опять-таки, те самые конкретные дяди Ашот и тетя Ануш, которые будут понимать, что в следующий раз им может так не повезти. В Карабахе, как мы знаем, ведется масштабная работа по восстановлению и строительству инфраструктуры, которая требует немалых затрат. Это разблокировка экономических и транспортных связей, что сегодня стоит на повестке дня. Строятся дороги, школы, больницы, гостиницы, аэропорты. Однако Азербайджану приходится в одиночку восстанавливать разрушенные Армении города. Международное сообщество не проявило заинтересованность в том, чтобы помочь нам. Как вы думаете, почему? Азербайджан с самого начала делал ставку на то, чтобы решать свои проблемы своими силами. Я хочу просто напомнить, что в войну мы, за нас, вместо нас никто не воевал. У нас не было каких-то иностранных добровольцев, не было иностранных военных контингентов, не было международной операции по освобождению Карабаха. Ну, например, мы все помним 90-91 год, когда Ирак захватил Кувейт. И когда вместо Кувейтской армии, которая сдалась буквально через два часа, ее территорию этой страны, территорию Кувейта, освобождали американские войска. Мы прекрасно помним даже Вторую мировую войну. И мы знаем, что, например, страны Восточной Европы освобождала Советская армия. Мы знаем, что даже потому что там было очень сильное движение сопротивления. Мы прекрасно знаем, что страны Западной Европы освобождали британские, американские войска. Да, в их составе были французские контингенты, еще какие-то. В составе Советской армии был там Чехословакский корпус, Польский корпус, да, войско Польское, и тогда они были сформированы на территории Советского Союза. Но, тем не менее, все-таки это было, скажем так, освобождение при большой международной поддержке. В случае с Азербайджаном такого не было. Не было ни одного неазербайджанского солдата, который бы сделал хотя бы один выстрел в ту сторону. И я думаю, что сегодня, когда мы говорим о восстановительной работе, мы тоже рассчитываем на себя. На свои силы, да. На свои силы, на свои финансы, на свой потенциал. Будут, изъявят международной организацией какое-то желание нам в этом помочь, профинансировать какие-то проекты. Мы будем очень рады. Мы не откажемся. Есть уже очень много иностранных наших партнеров, которые здесь работают. И больше всего это партнеры, я бы сказала, это коммерческие партнеры. Многие дипломаты сегодня, они ведут переговоры, они, скажем так, ну, одна из задач дипломат это поддержка своего бизнеса, они, скажем так, продвигают участие своего бизнеса в восстановительных работах. И я не думаю, что сегодня Азербайджан, извините за такое грубое выражение, будет ходить с протянутой рукой, умолять, что ребята, помогите нам с восстановлением. Да, мы справляемся сами. Будет иностранная поддержка, мы скажем спасибо. Не будет. Но мы прекрасно понимаем, что есть какая-то ситуация, которая нужна не только нам. Но при этом я помню, какая была жестко негативная реакция, когда Евросоюз выделил Армении огромную, совершенно миллиардную сумму на восстановление, а Азербайджану в десятки раз меньше, при том, что считала, что Азербайджан экономически успешен. Да, мы экономически успешены, война была на нашей территории. И это было исправлено. Евросоюза пришлось пересматривать и выделять дополнительные средства. Поэтому я думаю, что этот момент он решается в рабочем порядке. И я думаю, что если есть какие-то организации, которые считают, что они просто адресно не могут помогать Азербайджану, что у них есть более острые какие-то вопросы. Да, мы это прекрасно понимаем и мы можем справиться сами. Но когда мы сталкиваемся вот с такими двойными стандартами, что война шла на территории Азербайджана, при этом Азербайджана выделяется там несколько миллионов армей и несколько миллиардов. И, естественно, все эти, да. И они рассчитывали на то, что мы никак не отреагируем на это. Они, вероятно, рассчитывали, они думали так, что Азербайджан экономически успешное государство, они справятся сами. Есть такое. Но, как говорится, не плачущему ребенку молока не дадут. А с другой стороны помогать оккупанту? А с другой стороны помогать оккупанту, совершенно правильно, даже бывшему, помогать агрессору, которого война практически не затронула. Это не есть хорошо. Это, ну, это, по крайней мере, неумно. И то, что Евросоюзу пришлось это решение пересматривать, это, конечно, очень такой момент. Другое дело, что сегодня вот есть такая сторона, как будто, или самая гуманитарная помощь, которая идет исключительно вот армянской общине Карабах, это то, что делается по линии российского миротворческого контингента, который периодически то раздает детские игрушки, то гречку, тушенку, там еще какие-то вещи, то школьные принадлежности. Вы знаете, я не знаю, о каких суммах там идет речь, я не знаю, насколько вообще все это серьезно и так далее. Здесь никто даже не думает выдерживать паритет, то есть они адресно работают с тем населением, которое там имеется. И я думаю, что это даже более такой острый момент, чем Евросоюз. чем то, что Евросоюз, ну хоть как-то объяснил, почему выделил одной стороны, здесь даже не пытаются этого объяснить. Слава Богу, Азербайджан находится не в том положении, чтобы рассчитывать на такую помощь. И надо понимать, что Армения, она всю жизнь свои проблемы так и решает, со ставкой на свою многострадальность, вот мы бедные и несчастные, помогите нам. Бьет на жалость. Бьет на жалость. И здесь есть еще один момент. Дело в том, что да, Армения, она чемпионка по выпрашиванию и получению помощи. Но нужно понимать, что помощь и инвестиции это большая разница. Помощь это одноразовая акция. Вот сегодня привезли, помогли и как бы все и на этом все закончилось. А инвестиции это долгосрочные проекты. это деньги, которые работают. Инвестиции это деньги, которые работают. Спасибо большое, Нурани, за столь интересную беседу. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.